Привет, друзья! С вами Стас Быков и сегодня в видеоуроке мы будем обучаться создавать продающий сайт с адаптивным дизайном. Что это значит? Во-первых, ваш сайт будет отображаться и на телефоне, и на планшете, и на компьютере одинаково, удобно для посетителя. Во-вторых, сейчас очень важно, чтобы посетитель как можно дольше задерживался на вашем сайте. Это напрямую влияет на эффективность продвижения в поисковых системах, ну и, конечно, на продажи. Когда человек заходит на сайт, он должен интуитивно понимать, что вы от него хотите. Например, нажать кнопку «Заказать» или прочитать более детальную информацию о товаре или услуге. А возможно, вы хотите, чтобы он перешел в раздел «Контакты». Это все достигается путем правильной юзабилити на сайте, то есть где какой элемент находится, где какие картинки, где какие надписи. И сегодня мы разберем уже готовые шаблоны, в которых все продумано, и вам останется только заменить информацию на свою. Давайте сразу приступаем к занятию. Вот на примере такого шаблона. То есть я взял готовый Bootstrap шаблон, переделал его за полчаса, и теперь у меня получился мой уникальный индивидуальный сайт. Что мы здесь видим? Есть картинки, есть текст, есть иконки. Видеоролик я пока сюда не вставил, но это дело времени. В следующем видеоуроке я покажу, как это делается. Есть товары, и мы можем перейти уже на страницу оформления заказа. Как это реализовано? Я захожу в Яндекс, вписываю Bootstrap шаблон лендинга. Видите, у меня даже в быстрых подсказках уже это есть. Вам сейчас нужно не обучаться 5 лет на программиста, а просто понимать, где что взять и как это переделать. Тогда у вас будет реально успех. Любой сайт здесь выбираете, который есть, но один из моих любимых Bootstrap тема. Здесь мы переходим в раздел лендинг. Здесь CMS, система, выбираем HTML. Нам сразу показываются все шаблоны, которые есть, 115 страниц. Вы просто выбираете тот, который вам понравился. Например, в виде резюме. Нажимаем смотреть демо, и в режиме реального времени прям видим, как будет работать данный сайт. Вот портфолио открывается в виде картинки, в виде видео. Дальше есть блоговый раздел. Здесь находятся посты. Это полноценный сайт, да, но есть варианты с лендингом. Есть варианты видео сайтов с видеороликом на фоне. И сами посмотрите, побегайте. Дальше, после того, как вы выбрали, мы его скачиваем. Вам нужно будет нажать «Скачать бесплатно». Так, файл скачался. Далее мы его разархивируем. Захожу в папку, открываю. И вижу, что здесь есть документ, который ссылается на скачивание именно архива файлов сайта. Я вот копирую, вставляю в браузер, нажимаю «Enter». И вот эти файлы сайта нажимаю «Скачать», «Сохранить». Сейчас он здесь появится. Снова нажимаю правой кнопкой мыши «Извлечь», то есть «Разархивировать». Перехожу в папку, которую только что разрхивировали. И непосредственно здесь мы уже переходим в корень. Вот демо данные. Дальше. Модель. Это вариант, я так понимаю. Визуализации. Доктор, модель. Риэлтор. Фотограф. Давайте фотограф, например, посмотрим. Посты. Портфолио. Имейдж. То есть здесь все это есть. Смотрите, что нам нужно. Нам нужно с вами найти файл «Индекс.html». Давайте я вам на примере вот этого шаблона покажу, который я делал, чтобы вам было более понятно, как я заменял картинки. Вот у меня этот шаблон. Здесь есть файл «Индекс.html». Давайте я его открою. Видите, это я на компьютере уже сделал. После того, как я все подредактировал, я уже загрузил непосредственно на хостинг. Об этом в конце видео детально обсудим, чтобы вы тоже понимали, как ваш сайт запустить уже в интернете. Итак, смотрите. Это файлы сайта. Нам нужно с вами «Индекс.html» открыть в редакторе. Для этого скачиваете «Ноты.пад++». Это бесплатный текстовый редактор, который вы скачиваете. Он работает в виде блокнота. Вы туда перемещаете «Индекс.html» и видим, что здесь сейчас есть структура сайта. Бояться этого не надо. Сейчас у вас глаз присмотрится и будет все понятно. Следующее. Нам нужно с вами еще будет скачать файл «Зилу», чтобы закачивать файлы сайта на хостинг. Она тоже бесплатная. Файл «Зилу» называется. Найдите в «Яндексе». На официальный сайт зайдите и скачайте. Далее мы обсудим, как ее использовать. Итак, смотрите, что у нас здесь происходит. Мы открыли структуру вашего сайта в виде HTML документа. Мы можем менять текст. Мы можем менять картинки. Для того, чтобы поменять текст, мы ищем с вами то, что хотим заменить. Например, пункты меню. Вот здесь написано «Темы». Мы можем написать «Категории». Дальше нажимаем на дискетку слева вверху «Сохранить» и открываем наш документ в браузере. Видите, категория вот здесь появилась в меню. То есть, мы просто с вами меняем контент на странице. Чтобы как-то ориентироваться в этом документе, мы можем что сделать? Вот, например, копируем со страницы нашего сайта какое-нибудь слово. Дальше открываем Notepad++. Нажимаем Ctrl F, то есть поиск. Вот открылось окно поиска. Вставляем сюда пошаговая инструкция и найти далее. Вот он у нас подсветил. То есть, он нашел это слово, которое мы хотим заменить. И дальше мы просто меняем. Пошаговая инструкция, например, 2. Нажимаем дискетку. Возвращаемся к нашему файлу в браузере. Нажимаем F5. Видите, пошаговая инструкция 2. Все очень просто. Все меняется. И это реально... Не нужно для этого быть программистом. Дальше. Нам нужно, например, поменять вот эту картинку. Как она меняется? Путем замены картинки в папке. Нажимаем на правую кнопку. Просмотреть код. Мы сразу же попали на адрес этой картинки. Вот она. Image. Видите? И путь, где она находится. То есть, смотрим. Assets. Image. Hero. И формат JPEG. Мы с вами открываем именно эту папку, где мы скачали. Assets. Image. Hero. И нам просто нужно заменить эту картинку. Для этого открываем любой графический редактор. Я использую Photoshop в своей деятельности. Сюда перемещаем картинку, которая там есть. Вот я ее перемещаю. Окей. Она открылась. Нам ее нужно просто заменить на другую. Переходим в Яндекс. Картинки. Компьютера. И вы ее непосредственно скачиваете. Например, вот такая нам нужна. Но я только для примера. Дальше вы, конечно, на свое усмотрение выбираете ту, которая вам нужна. Нажимаю «Сохранить как». Сохраняю как раз в эту папку Image, чтобы ее не потерять. Отлично. Сохранил. Открываем снова эту папку. Вот эта картинка, которую только что мы с вами сохранили. Теперь нам нужно с вами переместить ее в Photoshop. То есть, как раз где мы открыли с вами исходную картинку, мы просто сюда перетаскиваем ту картинку, которая нам нужна. Вы можете сами ее нарисовать. Самое главное, чтобы у нас сохранились пропорции полотна. И, конечно же, имя картинки также должно сохраниться. Вот мы с вами ее подготовили. Окей. Теперь нажимаем «Сохранить как». Находим здесь нашу папку. И вот здесь нам нужно теперь заменить hero вот эту картинку. Нажимаем «Сохранить». Заменить. Все, картинка заменилась. Мы это можем увидеть в нашей папке. Давайте найдем эту картинку. Вот она. Видите, заменилась. Теперь все, что нам осталось, это вернуться на наш сайт и нажать «F5». Все, вуаля. То есть, все очень быстро и просто. Если что-то непонятно, просто пересмотрите этот момент. Суть в том, что вам нужно каждую картинку, которая здесь есть, нажать «Посмотреть код», понять, как она называется, и заменить ее. Заменить через любой графический редактор, например, фотошоп. И они автоматически заменяются. Видите, здесь поменялось. Я при вас поменял текст. Я также поменял. Это у меня сайт в виде лендинга. Поэтому других страниц нет. Просто перемещение идет по одной странице. Ну и по типу, просто меняйте все картинки и дальше, как сделать ссылки. Если вам нужна ссылка на другой сайт, мы вот что делаем. Посмотреть код. Дальше. Копируем здесь подробнее или можем прямо на странице скопировать, здесь без разницы. Далее. Открываем наш файл «Index.html в Notepad++». Снова нажимаем «Ctrl-F», то есть открываем форму поиска. Вводим сюда искомое ключевое слово «Подробнее». Нажимаем «Далее». Видим, здесь нашли два подробнее, но это те, которые сверху здесь есть. Видите, он по порядку идет, сверху вниз и ищет все совпадения. Дальше. Нажимаем снова «Далее». И вот как раз мы нашли те подробнее, которые являются ссылками на другой сайт. Форму поиска закрываем. Можем здесь переименовать, подробнее два сделать, как вам нужно. А вот сюда «А», «Хрев», дальше «htps» и адрес сайта. Вы сюда вставляете свой. То есть просто вставляете вот сюда свою ссылку, заменяете ее. То есть на другой сайт, на страницу ВКонтакте, на форму обратной связи, если она у вас где-то есть в другом месте, на форум. То есть любую ссылку, которую хотите, вы сюда вставляете. Дальше нажимаете «Сохранить». Возвращаемся. «Ф5». Вот видите, «Подробнее 2». Нажимаем и происходит переход на форму заказа, предположим. После того, как вы все здесь заменили, нам нужно с вами, конечно, закачать на сайт. Я уже подготовил. Вот у меня есть «быков.блог». То есть он пустой сейчас. Что мы с вами делаем? Мы должны открывать файл «Зилу». Скачивать ее, напоминаю, она бесплатная. Дальше находим наши файлы, которые мы изменяли. Вот они. Видите, «Индекс.html», дальше «Ассетс», «Имэйдж». Вот то, что мы все меняли. Структура файлов, она слева. Дальше мы их копируем и в правую часть нужно перенести. Но перед этим вам нужно подключиться к хостингу. Я уже подключился. Чтобы у вас были тоже данные хостинга, я вам рекомендую перейти на VDS и там зарегистрироваться. Самое интересное, что здесь посуточная тарификация. То есть хотите 10 дней, например, потестировать какой-то проект или сами пообучаться, как создавать сайты. 10 дней просто оплатили и пользуетесь. То есть здесь получается 11 рублей в день. Стоимость – это самая маленькая стоимость вообще, которая существует на рынке хостингов. Плюс вы получаете более-менее хорошие характеристики сервера. Потому что это тоже важно. То есть если характеристики большие, то большой проект у вас сможет работать без тормозов и не будет падать. После того, как вы здесь зарегистрировались, обязательно примените промокод. Здесь переходите в бонусы. Напишите «стас быков» по-английски. И вы получите скидку 50% на оплату первого месяца. Ну а дальше здесь нужно будет создать сервер. Выбираем панель управления сервером Vesta CP. Далее выбираем тариф. Можно взять маленький. Я рекомендую его за 21 рублей в день. Цена у вас будет 10 рублей 50 копеек. Дата-центр Москва или Амстердам. Здесь на ваше усмотрение. Ну резервное копирование можно в принципе отключать. Нажимаете «Создать» и данные для подключения к хостингу вам придут на почту. То есть, что вы оттуда берете? Хостинг, IP-адрес, дальше имя пользователя и пароль. Как привязать домен? У меня есть отдельный видеоурок. Вы можете посмотреть его по ссылке в описании. Там более детально, как здесь зарегистрироваться, как привязать домен, как приобрести домен. Потому что доменное имя, для тех, кто не разбирается и не понимает, нужно приобретать. Вот, например, Быков Скул или тот же Быков Блок. Это все доменные имена, которые нужно привязывать к хостингу или прямо здесь приобретать. Вы его привязываете, подключаете сертификат безопасности. Сейчас здесь я вам показывать не буду, потому что есть отдельный видеоурок, где вы можете это все сделать. Суть в чем? Мы с вами, после того, как здесь зарегистрировались, подключились через FTP клиент, мы здесь находим папку нашего сайта, вот Быков Блок. Дальше паблик HTML и перетаскиваем. Сейчас у нас они все перекачаются. Те, которые мы изменили, те, которые мы не трогали, но, тем не менее, они все равно необходимы, чтобы сайт функционировал. Все перетаскиваем, что есть в этой папке. Самое главное, чтобы, посмотрите, паблик HTML и в этой папке в корне находился файл индекс HTML. Теперь у нас вот Быков Блок. Нажимаем здесь F5 или Enter. И мы видим, что наш сайт открылся. То есть, все изменения, которые мы делали, картинка поменялась, текст поменялся, дальше, текст на кнопке, все уже есть. Самое главное, что этот шаблон у нас адаптивный. То есть, смотрите, я сужаю браузер, да, и он автоматически подстраивается под любой размер. То есть, с телефона человек заходит, все будет адаптивно. И тем образом, мы с вами сэкономили 20, 30, а может быть 50 тысяч рублей, которые потребовал бы разработчик, фрилансер или веб-студия за точно такой же сайт. Поверьте мне, я знаю, о чем говорю. У меня был отдельный видеоурок о том, где я звонил в веб-студии и узнавал, сколько стоит интернет-магазин. Вы можете его тоже пересмотреть, ссылка будет на него в описании. Там я прямо делал звонки, и мне говорили, что он стоит 200, 300, 400 тысяч рублей. А я его сделал за полчаса. То есть, вы сами можете сделать, вообще не обладая знаниями программирования, любой сейчас сайт. Если момент с хостингом непонятен, то пересмотрите отдельный видеоурок. Сегодня мы обсудили, как сделать именно сайт на Bootstrap, как заменить картинки, как заменить текст. Для тех из вас, кто хочет постоянно обучаться, можете перейти на сайт BackofSchool, ссылка также будет на него в описании, и вступить в школу. Периодически буду отправлять вам уведомления о том, когда будут проходить закрытые прямые эфиры на тему создания сайтов, YouTube, интернет-маркетинга, раскрутки, продвижения, заработка. Все будет здесь, поэтому переходите, вступайте, заодно зацените тот сайт, который я сделал, который мы сегодня с вами протестировали. Будут какие-то вопросы, то задавайте их в комментариях ниже, подписывайтесь на канал, кто первый раз меня видит, ставьте лайки, давайте наберем 500 лайков, и я продолжу тему по разработке сайтов без знания программирования. До новых встреч, пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok